Жизнь под грифом секретно. Роман Дениса Кривошеева. Аудиоверсия. История номер 6. Афган. Настал 1984 год. Светка моя мать выросла у Анатолия моего дедушки и Маши моей бабушки. Так вот, она выросла в настоящую учительницу. Ну не в уборщицу же. Анатолий тщательно скрывал от нее и Маши, что она от его брата-вампира. Рябчик и Шаров к этому времени стали ведущими автомеханиками в Курбашеве. Анатолий часто у них ремонтировал свой Лиас Кубань. Впервые между затаньями в КГБ СССР его вновь вызвал Андропов и сказал ему. Это ты упустил пришельца, Алеша, я. Но молчать, сказал Андропов. Знаешь, куда он побежал искать своих куда? Спросил Анатолий. В Афганистан. То есть не в Китае, а в Афганистан оказывается. Там сейчас идет война. Только пришельцев нам не хватало. А если он попадет в лапы американских военных, спецов из СРУ, представляете, что будет тогда с нами? Я дал приказ разведчикам из СРУ найти их и уничтожить. Если вы не успеете, вы не можете приказывать грушникам. Это не ваша епархия, сказал Толя Андропову. Нет, теперь моя. Я теперь руковожу партией. Мне пришлось отравить Леонида Ильича прежнего, посыпать яд в его колбасу. Но мне власть нужна не ради самой власти. А просто Леонид Ильич высказался за сотрудничество с неземными цивилизациями. А я пришельцам не доверяю. Они нас всех обманут, победят и захватят Советский Союз и весь мир. Короче, бери Кубань, Шарика и Ляпчика и отправляйся в Афган. Найди Алешу и других гуманоидов. Иначе кранты всему Советскому Союзу. Анатолий Шаров и Ляпчик начали переделывать Кубань для похода их в Афганистан. На крышу они поставили пулемет, а по бокам сделали гнезда для автоматов. Путь их лежал через современную Туркмению и Таджикистан. В Туркмении Анатолий посетил своего двоюродного племянника, того самого, который предупредил его отца в Ашхабаде о том, что он должен уехать с Анатолием. И тот поведал истину, что он рассказал все генеалогическое древо семи Сандальновых от Адама и Емы. И оказалось, что первые, оказывается, Сандальновы, то есть мои пращуры, не с нашей планеты, то есть тоже пришельцы, а с Сириуса. Ну не с центра Сириуса, а с планетой Сириус. Не может, или со звезды, не может быть Скаратолия. Дело даже не в этом, ответил племянник. А в том, что у него мать была Сириуса, а папа с Альфа-Цитавры. Оба эти планеты ненавидят друг друга. И все дело в том, что никак не могут поделить планету под названием Земля. Я этот этикет хранил всю жизнь. И тут раздался выстрел прямо в сердце. Анатолий побежал в свой Кубань, где его ждали рябчики шаров. Шаров начал палить из пулемета на крышу Кубани. Анатолий сумел завести свой Кубань. И поехать дальше под обстрелом по горной местности. И так они въехали в Афган. Навстречу им шли колонны с грузом 200, то есть с погибшими. Рвались снаряды прямиком под капотом Кубани. Но наши герои надо было, чтобы не стало, вновь увидеть Алешу. И его предупредить о засаде разведчиков из ГРУ. Они въехали в странный туман, в который невозможно было дышать. И им пришлось остановиться. Рябчик шаров выпрыгнули из Кубани. И глянусь не успели слышать топот копыт. Это были гигантские членосподобные твари с чешуей на коже и на спине. Где это мы? Спросил Рябчик. Ты куда нас привез, Толя? Вторил Рябчик шаров. Не знаю, но дорога исчезла, ответил Толя. Как исчезла, воскликнул шаров? Твари не стали хранить Анатолия. А прошли мимо него. Да это же динозавры воскликнул шаров. Да, товарищи? Да. Мы каким-то образом переместились в прошлое. Причем в очень далекое прошлое. Причем аж на 10 тысяч миллионов лет назад. Как же теперь выбраться? Это засаду. Мы попали в засаду пришельцев из Сириуса. Вдруг их окружили летающие тарелки, которые начали убивать лазером динозавров. Для чего вам это? Кликнул вверх Анатолий. И тарелки забрали его при помощи луча. А шаров и Рябчик остались сторожить кубань от ящериц. Привет, кто у тебя, Анатолий, сказал. Появишься из белого диска, Леша. Ну давай, рассказывай, что происходит, сказал Толя. Понимаешь, тарелки падали не только на Советский Союз, но и в Соединенные Штаты Америки. Но там они получили возможность вселяться в политиков и контролировать население планеты. Они начали бурить планету, чтобы докопаться до тех людей, которые находятся там. вы их называете... Ну, то есть, они получили там возможность до... копаться до... получили возможность... до... ну... ну, в общем, получили такую возможность прокопаться вглубь земли, то есть... бур, бур... вглубь землю, ну, и там до подземных жителей, да. докопаться, ну, которым мы называем черти. И подземные люди, они возглавят их и проведут планету катастрофе. Почему мы в прошлом, Резона, спрашивали Анатолий, именно здесь, в Афганистане, начался род Сандальновых. Ты должен прервать свой род ради многомежгалактической безопасности. Я не могу этого сделать, крикнул Анатолий и напал на Алешу с ножом. Но тут его выбил из рук Анатолия силой мысли, то есть нож Алеша выбил из рук силой мысли нож. Толю повязали двое других пришельцев и заставили проглотить какую-то лампочку. Шаров и Рябчик начали бить по тарелке из пулемета. Тарелка завалилась на бок и ропнула прямо в вулкан. Ну, много вулканов 10 тысяч лет назад там, короче, вулкан на вулкане, планета в общем. В общем, жуть была. Окровавленный Алеша встал и сказал, что это его миссия, а вот или своя миссия, иначе его род истребит в будущем всех пришельцев и они измести уничтожат землю. Нет, я никогда не убью своего рода, никогда же из лучших побуждений. И... Кстати, это вы все сделали... И, кстати, вы сделали из моего брата-вампира. Да, иначе наши конкуренты Сириуса его бы убили, а он нужен был нам, чтобы тебя привезти сюда в Афган и переместить во времени. Ах вы гады! И тут рябчик и шаров ворвались в тарелку с пришельцами, не трогайте их, приказ Андропова сказал Толя. Нет, больше вашего Андропова. Вот так вот неожиданно ответил Алеша. Его убили наши конкуренты Сириуса. А ну, перенеси нас в наше время. Ну ладно. Однако, вы должны помнить, что жители планеты Сириус намного безжалостнее и опаснее, чем мы. Алеша, чтобы я тебя больше никогда не видел на нашей планете, а то возьму и убью. Сейчас... Сейчас грохни тогда меня, сказал Алеша. Ну, сказал Толя, а потом сейчас грохни меня, сказал Алеша. Думаешь, я не смогу управлять твоей тарелкой в одиночестве без твоей подсказки? А я умею управлять чем угодно, кроме мотоцикла, ответил Толе. Но это у тебя... На это у тебя нет времени. Посланники Сириуса доберутся до светки твоей дочери, крикнула Алеша. Я еще появлюсь здесь в тот момент, когда ты наименее всего этого ждешь. Наши механизмы с альфроцентравли, держат планету в равновесии, а жители планеты Сириус их разрушат. Что ты будешь делать в таком случае? Спросил Алеша. Что-нибудь придумаю, ответил Анатолий. Эй, рябчик и шаров, берите управление тарелкой на себя. Ладно, сказал Алеша. Хочешь в тот Афган, где идет война? Ладно, но будь готов к последствиям. И Алеша нажал рычаг у себя на тарелке, который переместил Кубань с рябчиковым, шаровым и Анатолием прямо на афганских мальджакетов. Те начали стрелять по Кубани из РПГ и стингеров. Толя ловко уводил свой леастов в право и в лево от нарядов. Когда они почти выехали из Афгана, рябчик смотрит, посмотрел в окно и говорит Толе, останови автобус, почему спаси Толя? Смотри, наши воины. Они бежали из плена и солдаты 501-й, парашютные десантного полка, укрылись в Кубани. Толя резко надоел на газ и уже в Узбекистане раненых прямо в Кубани сделали операцию. После этого Толя обратился к рябчику и шарову. Так значит, скажем наверх, что пришельцев не нашли. Они починили свой НЛОшный дрон-дулет и улетели. Там сейчас в Кремле суматоха начинается, так что мы поедем домой в Кубышев. Хорошо, сказали рябчики шаров, и Толя с тобой хоть на край земли. Конец шестой истории. Продолжение следует...